Приветствую вас, дорогие друзья! Друзья и коллеги по хобби. Начинаю новую стройку. Кто смотрел анонс, тот уже знает. Начинаю делать Т-44. Т-44 раннего образца. Буду делать его без внутрянки. Просто модель. Так как решил внутренние части оставить для других работ. Например, двигатель для заполнения кузова автомобиля. Или куда-нибудь в другом проекте использовать. Так как буду делать всё глухое. Смысл я во внутренностях танка не увидел. Поэтому буду делать просто модель. Модель без внутрянки. И сразу хочу рассказать вам о уже замеченных достоинствах набора и недостатках. Но о недостатках больше из-за сложности самого набора. Один из недостатков, который мне не понравился. Это то, что очень много летников. И детали, например, от ходовой разбросаны по разным летникам. И надо быть очень внимательным. Постоянно перебирать эти летники, чтобы срезать какую-то нужную деталь. Чтобы собрать хотя бы даже подвеску торсионов. Это находится на трёх разных летниках. Вот эти части на одном летнике. Это на другом. Это на третьем. Ну и так же и со всеми деталями. Даже с катками. Чтобы собрать каток, тоже надо с разных летников срезать детали. Вот это один из недостатков. Но это скорее не недостаток, а скорее сложность. Сложность самого набора. Чтобы сделать хорошо литьё, чтобы сделать хорошо детали. Фирме пришлось так разъединить, расчленить на много деталей, на много летников. Сам набор. Но, конечно, качество. Качество сборки на высоте. Всё собирается без проблем. Всё собирается отлично. Собрал уже одну ленту гусеничную. И хочу вам показать, как оно собирается. Сложно обрабатывать данные траки. Так как на некоторые траки подходят 4 питателя. А на некоторые траки приходит по 5 питателей. И это, конечно же, надо хорошо срезать. И хорошо зачистить. А вот собираются, например, тут шпеньки, дырочки на один щелчок. Но опять, пластик мягкий. Его очень хорошо обрабатывать. Но вот в некоторых местах он плохо держится. Плохо держится. Когда собираете траки, не забудьте, что у 34-ки они идут один с клыком, один без клыка. Видите? Мягкий пластик. И за счёт этого щелчка нет. Вот здесь уже хорошо собрался. Проблем никаких нет. Но я думаю, они, конечно, рабочими не будут. Хотя в наборе они называются рабочими. Но вот за счёт этой системы и мягкого пластика эти шпеньки съедаются. И траки со временем просто развалятся. Если это произойдёт на готовой модели, конечно, это будет очень неприятно. Поэтому я потом, когда соберу ходовую, сделаю... Вот видите, здесь нет одного шпенька. Придётся эту часть уже склеивать, сажать на клей. Вот, один из недостатков данных траков. Но из плюсов всё равно его придётся склеивать, если бы это были наборные траки, которые пришлось бы склеивать. Их, конечно, очень просто соединить все вместе. Наложить на ходовую. Вот видите, оно даже соскакивает, когда их трогаю. Положить на ходовую, сделать нужный нам провис. Потом супер-клеем. Клей я использую Мистер Кхоби. Мистер Цемент С. Супер-текучий. Очень понравилось, как он растекается. Буквально маленькое касание кисточки. И клей забегает по щелям, куда ему нужно попасть. Вот, пройдусь легонько клеем. И оставлю уже не рабочими траки, а склею. Хотя и подвеска даётся, и торсионы вот даются рабочими. Конечно, это большой плюс. Но, если хотите рабочую подвеску, то лучше, конечно, заказать металлические траки. И они будут рабочими. Очень понравилось литьё набора. Всё хорошо. Все детали отлиты. Все детали качественно сделаны. За счёт мягкого пластика хорошо обрабатываются. Буквально хватает провести один раз два ножом по одному месту. И всё очень хорошо зачищается и обрабатывается. Вот. Сейчас прикладываю кисточку. И клей очень быстренько растекается. Рекомендую данный клей. Я его пробую первый раз. И он мне очень понравился. Сейчас покажу, как собираются торсионы. Ложу в сторону, чтобы не мешало. Интересный механизм задумали. Изобразили. Так вот укладывается. С этой стороны приклеиваем. А с этой стороны оставляем неприклеенным. Технологично делаем с другой стороны. Чем хорош клей приложил. Он затёк. Быстро испарился. Сразу пластик схватился. И можно дальше продолжать работу. И не оставляет следов сверху на детали. С детали быстро испаряется. С краёв. Но при этом приложу. Сейчас он повыступает с щелей. И здесь в торсион наш пенёк. Насаживается балансир. И вот он получается рабочим. Интересно придумали. Почему бы так не делать на других моделях. Я думаю, мини-арт скоро выпустит и серию 34-ок. Траки ходовая у них уже заготовлены. И я надеюсь, в скором будущем соберу и 34-ку от этой фирмы. Хоть и много деталей, но очень впечатляет сам пластик. Впечатляет сборка. Всё становится без каких-либо подгонов. Срезал, зачистил, приклеил. Всё стало на свои места. И всё работает. Заметил один нюанс, когда собирал катки. Об этом сейчас расскажу попозже. Сейчас поставлю торсионы. Вставляется. Но модель сложная. Если вы хотите начать моделизм. И хотите начать его с этой модели. То я не советую. А если её ещё и собирать с полной внутрянкой, то это, конечно, будет очень тяжело и займёт немало время. Всё хорошо отлито. Видно сварные швы. Даже днище проработано. Сейчас покажу вам, что я заметил в инструкции, собирая каток. Как видите, при сборке катка написано, нарисовано, что шпенёк. Надо вставить в середине катков. Здесь это указано. И здесь тоже показано. Попробовал я сначала сделать так. Смотря в инструкцию. Смотрю, у меня катки не собираются. В итоге надо склеить два катка. Потом вставить отсюда шпенёк. И закрыть. Так будет правильно. Например, уже вот на... Здесь показано, что надо склеить две половинки. А потом уже вставить шпенёк и закрыть. Не знаю, почему такая ошибочка в инструкции произошла. Ну, вот это вот я обнаружил. Вот как хорошо всё сделано. Чтобы дырочки совпадали. Тут всё интересно так отбалансировано. Соединил. Вот. Теперь вставляю. И приклеиваю. И, конечно, вот что мне не понравилось. Маленькая точка крепления. С балансиром. Совсем чуть-чуть. Придётся тоже вклеивать наглухо. Чтобы они не соскакивали. Как бы оно держится. Но чуть-чуть потянуть оно соскакивает. Вот. Сделал боковые части ванны. Сейчас это всё соберём. Приклеим. Приклеим. Где надо побольше клея, наносим больше. Теперь капнем. Остёгся. Теперь приклеим на второй половине. всё. 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 Всё на своём месте. Приклеим. Приклеим сейчас эту деталь. Всё. 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 Приклеим. Немножко прихватим. И поставим сейчас боковые части. Здесь хорошо, проверим эту сторону, чтобы тоже все хорошо становится. Наверное, склею я это все за кадром, потому что придется немножко подождать, чтобы клей схватился. Поэтому иду сейчас на небольшую паузу. Склеил ванну корпуса. Все очень хорошо, достойно встало на место. Сейчас вставлю. Вот так вот интересно вставляется деталь. Встала. И аналогично. А это без направляющей. Сейчас тоже прихвачу на клей. И на этом буду заканчивать эту серию. Дальше буду подготавливать детали. Что-то соберу за кадром. В следующей серии продолжу рассказывать о своих впечатлениях об модели. Дальше. Ну, очень доволен. Приятно идет сборка. Хоть и много времени уходит на подготовку. Деталей, деталей много, но от этого и приятно, что модель очень достойно сделана. Вот так вот получилось на данный момент. Все, друзья. До новых встреч. Всех благ вам и вашим близким. Кому интересно, подписывайтесь, продолжайте следить за стройкой. Субтитры создавал DimaTorzok